всем здравствуйте всем доброго вечера очень здорово что сегодня здесь собрались мы рады вас приветствовать от лица компании гельфаю и сегодня побеседуем с вами запитание на длительных дистанциях это могут быть и беговые дистанции велосипедные дистанции плавательные триатлонные в общем то где мы все привыкли страдать и добиваться результата да вот надеюсь что сегодня будет беседа не только длительное повествование с нашей стороны поэтому смело задавайте вопросы останавливайте спрашивайте вот будет здорово если мы именно по беседами поменяемся обменяемся опытом в том или ином случае я впоследствии еще немножко буду вступать помогать николаю на основное повествование от него вот пожалуйста всем еще раз привет меня зовут николай занимаюсь легкой атлетикой около 10 лет являюсь официальным пейсмейкером бегового сообщества бегу и марафона ультрамарафона полумарафона если говорить про марафон и бегаем пейсмейкером на 259 полумарафон на час 29 сфере спортивного питания довольно таки давно да то есть попытаюсь рассказать все что знаю на личном опыте и соответственно из тех рекомендаций которые мы имеем вот хотел спросить о спортивном питании вообще все знакомо к на дистанциях используйте на тренировках но отлично тогда нам будет проще разговаривать вот чем пообщаемся на ты про тренировки соответственно и про старта вот поехали тогда самое главное да то есть когда мы выбираем дистанцию ну то есть дистанцию или то какое-то мероприятие которое преодолеть пробежать да то есть что нам необходимо это твердое решение правильные объемные тренировки на то есть готовность внутренняя корректное топливо и удовольствие от процесса и соответственно все в купе все это вместе дает нам результат то есть преодоление марафона преодоление триатлонной дистанции преодоление там полумарафона у каждого свои цели и соответственно для каждого из нас необходимо этой цели добиться да то есть не получив травму соответственно не разочаровавшись в процессе с кайфом с удовольствием если мы говорим да то есть пробег здесь большей части это бегуны или замечательный прям будет это да очень очень хорошо поговорим про три основных процесса которые присутствуют у нас в спортивном питании вообще-то в целом при подготовке к старт на тренировках тренировочном процессе это гидрация энергии восстановления на гидрация что у нас такой гидрация это пополнение следим за воду сливым балансом соответственно если мы хотим пить мы принимаем жидкостью чтобы нам не сводила мышцы чтобы на нас не отказал сердце чтобы на соответствие не падала чтобы нас не падал выносливость а мы питаемся на дистанции 2 это энергия энергия но что такое это углеводы по сути когда мы бежим длинной дистанции он по сути у каждой дистанции но длины длины длина дистанции у каждого на своя у кого-то 10 длинный у кого-то 15 кого-то там марафон кому-то марафона мало да то есть в среднем могу так сказать то что но от полутора и двух часов это считается уже длинной дистанции с организма необходимо подпитываться во время этого процесса то есть энергия это не что иной как то что мы получаем извне это может быть всевозможные добавки всевозможные гели батончики да то есть третий пункт это восстановление мы потренировались мы пробежали ну там старт мы как прибежали и все и там пошли в бар пиво пить или еще что-то но про ключевое да то есть про восстановление мы всегда забываем то есть то что нашим мышцам которые подверглись стресс нам необходимо дополнить его белками чтобы соответственно быстрее восстановиться что быстрее на начать прогрессировать и там дальше двигаться на дальнейших тренировках на соревнованиях потому что вообще на тренировочный цикл или соревновательный то есть мы у нас есть два это подготовительно и соревновательно то есть подготовительно это занимает наверно две трети и соревновательно это ну то есть одна третья от всей треть по сути ну если мы говорим про тренировочный процесс по сути мы готовим организм высоким нагрузкам чтобы для чего для чего мы готовим чтобы понять как поведет организм под высоким нагрузками да то есть скорректировать питание там скорректировать какие-то рациона в плане тренировок в плане соответственно основной и вот весь этот процесс да по сути он неразрывно связано тренировки соревнований тренировки соревнований вот соответственно еще про говорим немного про специализированные добавки это всевозможные витамины то есть мультивитаминные комплексы да то есть почему про это говорим потому что не все мы получаем с организм наш организм получает не все с пищи который мы едим в наше время сейчас пищи да то есть она максимально очищена то есть где-то каких-то веществ мы не добираем с тренировками у нас из организма все это вымывается соответственно чтобы поддерживать баланс нам необходимо это принимать но об этом мы тоже все поговорим соответственно какие виды добавок есть но это опять же для энергии для выносливости для восстановления специализирован добавки гидрация гидротация гидротация это не что иное как но то опять же повторял это пополнение водно-солевого баланса энергии это всевозможные источники углеводов в носу все предтренировочные комплексы вида bt виде баталланина нитратов bca комплексы да то есть восстановление это все что связано нас с протеином да то есть потому что протеин у нас отвечает им как раз таки замышленные волокна ну и специализирован добавки тоже про них поговорим когда мы до точно как и говорил у нас весь цикл деле ну то есть весь тренировочный тренировочный соревновательным то есть по сути это одно целое есть у нас не тренировок дни отдыха да то есть зачем нам необходимо следить в эти дни соответственно мы в тренировочные дни да то есть подготовлен организм как раз к нагрузкам перед стартом обеспечиваем организм да то есть необходим уровнем энергии опять же поддерживаем водно-солевой баланс повышаем делаем всевозможные скоростные работы работы на повышение выносливость то есть повышение работоспособности организма и выносливость и опять же обеспечим максимально обеспечение максимального и быстрого усвоения веществ то есть но этот дни тренировок соревнования нам соответственно не соревнования в дни отдыха нам необходимо как можно быстрее восстановиться чтобы двигаться дальше на Следующие тренировки, мы делаем акцент на приемах пищи с повышенным белком, нормализация уровня микро- и макроэлементов, это железо, магний, всевозможное. То, чего мы не видим, но мы принимаем с пищей. Это, наверное, самое важное. Потому что бывает такое, что во время длительной пробежки бежим, свело ногу, либо икру свело, где-то что-то прихватило. Соответственно, все сигналы, которые нам подает организм, это где-то чего-то не хватает. По-хорошему, нам что надо сделать? Нам надо сдать анализы, посмотреть, чего у нас не хватает, и после этого принимаем эту или иную добавку, что нам необходимо, в зависимости от показателей. Соответственно, нам необходимо оптимально быстро восстановиться, чтобы двигаться дальше к тренировкам, соревнованиям, улучшать результаты и так далее. И опять же, коррекция рациона и дополнение питания и повышение эффективности тренировочного процесса. Если мы говорим про энергию, то есть у нас есть внутренний запас энергии, есть внешний запас энергии. Если мы говорим про внутренний запас энергии, она здесь показана как непрерывная прямая. И внешний источник энергии это у нас пунктирно. Представим себе, к примеру, мы собрались ехать в дальнюю поездку, к примеру, на Урал в Пермь. Мы заправили машину, из дома выезжаем. Если мы не будем заправлять, сколько нам хватит топлива, чтобы доехать до Пермь? Как думаете? Ну, там, в зависимости от машин, наверное, где-то 8-10 часов до 70 автомобиля. Соответственно, то же самое у нас касается и организма. У нас внутренний запас энергии – это гликоген, который у нас запасается в печени, небольшое количество запасается в костях. И если мы, то есть во время длительного бега, ну а двух часов, мы ничего не принимаем, то есть никакие добавки, ни гели, ни батончики, ничего. У нас уровень энергии со временем падает, и в конце мы сталкиваемся с тем, что у нас отвратительное настроение, нам не хочется бежать, у нас баки пустые, мы раздражительные. Нам нет ни до чего, кроме того, чтобы съесть какую-нибудь большую курицу, что-нибудь вкусное, жирное и питательное. Ну и бег на втором плане уже. Соответственно, чтобы у нас этого не происходило, нам необходимо полнять организм углеводами. Это нет такого, что, например, машина едет-едет, а, например, бак закончился, заклохло и встало. То же самое и здесь. Но с организмом немного все проще. Если мы поддерживаем питание, то есть организм в течение 20-30 минут, каждые 20-30 минут мы закидываем в организм 20-25 грамм углеводов, то это позволяет нам двигаться во времени, исходя из нашей тренировочности и, соответственно, не теряя в этом плане энергии. Здесь понятно в целом? Можно такой вопрос задать, ребят? Откуда мы изнутри нашего организма, откуда мы получаем энергию? Ну, гликоген это... А еще? Вот жиры были упомянуты, да? Сначала мы тратим гликоген, так, да? То есть, когда мы начинаем тратить жиры, что с нами происходит? Кто-то вот в такой ситуации оказывался, когда вот бежал-бежал, гликоген закончился и все. И как бы начинается тратить жиры, что происходит? В целом, у нас, получается, падает вынос, уменьшается скорость движения нашего. Ну, и здесь вот все, что с этим связано, падает результат, и мы встаем. Ну, как правило... Геометрическая подъемность была, потому что в исполнении более сложный источник энергии, то есть, премьется в работе организма. Да, все совершенно так, да. И вот такое понятие, как марафонская стена, слышали, наверное, да? Это вот как раз тот самый, мне кажется, момент. Вот я о том и спрашивал, пробовали ли вы, и ощущали на себе такой момент, когда вот это вот... Ну, углеводы, быстрая энергия, которая активная, да, вся растрачена, и надо тратить, топить жиры, а организму... Да, ему это тяжело, и работоспособность очень заметно снижается. Это да. У всех по-разному, кто-то продолжает двигаться дальше. Едем дальше, да, то есть, какие виды энергии, да, то есть, нам доступны. Есть энергетические гели, они на рынке, да, то есть, всевозможных видов присутствуют. Ну, то есть, это прям быстрая энергия, которую там съели, и в течение, там, 15-20 минут мы получили энергию, нам дает, опять же, на те же самые 20-30 минут работы. То есть, энергетические батончики, они различных видов есть, да, то есть, есть такого плана твердые, но это хорошо именно перед стартом, как перекус какой-то. Либо мармеладные, это больше, наверное, для велоспорта, да, то есть, тоже быстрая энергия, которая попадает нам в организм и, соответственно, позволяет нам двигаться дальше. Соответственно, энергетические напитки, да, то есть, это вот самые крайние, они бывают двух видов, да, то есть, есть углеводные напитки, напитки с электролитами, с дополнительным содержанием солей и просто углеводные напитки без электролитов, чисто углеводы, там, соответственно, дозировка, если мы говорим про большие, это хорошо, там, закупили, поставили, все. И, соответственно, с Ашей, это, опять же, удобно для трейлов, удобно для поездок, всевозможных пакетик закинули и поехали, да, то есть, развели в гидраторе во время, там, трейловых забегов. Но, опять же, забеги бывают разные, кто-то предпочитает шоссе, кто-то предпочитает трейлы, кто-то предпочитает те же, там, трейловые болота, но, опять же, трейлы бывают разные, да, то есть, есть болота, есть горы, есть, соответственно, парки, ну, то есть, здесь всевозможная вариация применения энергетических напитков она разная ну то есть это самое главное пополнение энергии то есть гидротация про гидротацию если говорить это очень важный элемент вообще в целом во время жаркой погоды во время длинных дистанций да то есть необходимо следить за восполнением органе в организме помимо воды это микроэлемент в калий натрий магнит но соответственно те микроэлементы которые улучшают нашу связь мышечные и соответственно мозга чтобы в целом и не встали просто-напросто не встали чтобы нам ничего не свело чтобы мы продолжали двигаться признаки обезвоживания это наличие жажды это когда вот мы хотим пить это понимаем то что у нас один из признаков обезвоживания общая усталость и раздражительность мышечные спазмы и судороги это очень хороший показатель того то что в организме не хватает микроэлементов как раз скидка лина 3 магнит замедление реакции но это то же самое падение там темпа падения но скорости и соответственно уменьшение выносливости если вы видите то что ваш пульс растет во время дистанция то есть это соответственно тоже один из признаков помимо пульс да то есть но может быть опять же у вас интенсивность слишком высокая визита но на самом деле вот снижение возносливости и силы да то есть учение пульс и тошнота это прям тоже такие хорошие признаки того то что у вас в организме обезвоживания здесь наверное ключевое сказать то что собираясь на пробежку или на старте необходимо все таки если мы бежим старт есть как правило пункта питания да то есть необходимо хотим и пить или не хотим хотя бы небольшой глоток да то есть необходимо чтобы организм попадал во первых и чтобы если мы говорим гели они бывают изотонические которые легко усваиваются а бывают гель который необходимо запивать водой соответственно чтобы у вас не было не обезвожено чтобы забежали до старта точно необходимо пить если вы выходите на длительную тренировку да то есть самый простой выход это взять собой карточку купить где-то воду да то есть либо если вы бегать какая-то круговая можно где-то в кустах положить но вода на необходимо то есть вот здесь наверное по себе от могу сказать где-то наверное месяца два назад бежали марафон у дома этап который находился но в центре и в итоге было вроде бы холодно пить не хотелось на как не любитель пить но здесь я километра после 20 я понял то что у меня растет раздражительность мне нравилось то что я еле ползу потому что все бежали медленно и у меня первая мысль возникла в организме закончился на одну про просто уже не хватает и когда я забежал купил воды я сделал пару глотков я понял то что одно это действительно то что мне нужно было потому что в плане питания я питался по расписанию а нести с собой бутылочку мне было лень на самом деле то есть не ленитесь либо там и гидратор собой если длительные тренировки если бегаете на стадионе вообще идеально то есть поставили рядом с дорожка то есть и бегать себе на удовольствие делать небольшие глазки ну то есть это самое но это жизневажно в плане того что здесь либо жизнь либо смерть как говорится если в жаркую погоду мы не не пьем то это может быть плачевная история дальше да то есть напитки для гидротации здесь у нас есть напитки с углеводами напитки без углеводов с углеводами они чем хороши то что вместе с жидкостью да то есть нам пол падает в организм углеводы которые необходимы нам для той же самой энергии да то есть а плюсы то что помимо этого здесь я есть электролита это те же самые калий натрий магний который нам необходим чтобы нам ничего не сводило быстро усваивается повышает выносливость предотвращает возникновение судорог в мышцах если мы говорим ну то есть они бывают разных видов как правило ну и то есть либо пакетик либо банки в порции содержится там от 36 грамм углеводов до 80 до точно чем хорошо то что небольшими глотками пьете принимаете у вас есть энергии соответственно у вас полный уровень гидротации тоже на уровне если мы говорим про про напитки без электролитов ой без или господи занятий без углеводов это чисто электролита то есть это так называемые таблиточки они бывают солевые мы их разводим воде и тоже небольшими глотками пьем для чего для того чтобы у нас не было никаких тогда то есть неприятных ощущений в виде сведения мышц да то есть и тому подобное то есть она идеальный подход для поддержания базовой гидрации его можно пить до во время после тренировок то есть такого прямо жесткого лимита на приема не до 3-4 таблетки можно спокойно в день не принимать соответственно мы все знаем про гидротацию про энергию но про восстановление я вот почему тот уверен то что большинство из нас забывают мы к примеру сделали тренировку что делом прибежали домой принимаем душ и садимся кушать да то есть но мы но многие из нас даты забывать про то что в течение 30 минут после интенсивной тренировки у нас в организме открыт так называемый белково-углеводное окно то есть а мы во первых и хотим есть да то есть и соответственно нужны организму белки для того чтобы начать процесс восстановления то есть если у нас углеводы отвечают за энергию то протеин у нас отвечает именно за элементов для ускорения ускоренного процесса восстановления то есть протеина они бывают разные всевозможные вида то есть есть и белково-углеводная смесь который сразу 2 окна закрывать если протеиновые напитки которые чистом аминокислоты закрывают и соответственно ускоряет процесс восстановления есть всевозможные да то есть напитки которые просто у нас ускоряет процессы восстановления примеру regga cherry juice это натуральный сок вишни которые просто у нас во первых является натуральным антиоксидантом который снимать воспаление мышц который улучшает качество сна мы перед сном как многие из нас делал тренировки вечером сделали тренировку да то есть приняли душ поели то есть принимаем на ночь обычно сок выпиваем и хорошо засыпаем из ключевой да то что во сне да то есть происходит нас все восстановительные процессы наверное многие из вас замечали то что вам после стартов особенно после марафонов мы спим если к примеру 67 часов то после марафона хочется спать и 8 и 10 часов ну просто не вставай даже если бы не работа мне кажется спали бы там куда больше на самом деле 1 спать и после длительных и интенсивных тренировок это хорошо потому что во сне происходит но все большинство восстановительных процессов у нас и как раз таки улучшается мышечные волокна проходит регенерация то есть и соответственно воспалительные процессы снимаются то есть самое ключевое да то есть после любых интенсивных после соревнований это сон вот там можно потом добавить баню добавить сон добавить баню добавить массаж на это уже там через день давай потом дальнейшем тренировки какие-то вот добавки специального назначения да то есть это всевозможные витамины могу сказать так то что здесь все добавки но я уже повторил говорил про это все необходимо сдавать до то есть перед тем как примать необходимо задать анализы потому что посмотреть картинку чего нам не хватает и после этого что-то принимать но да то есть процентов 90 случаев это то что если мы постоянно тренируемся если мы постоянно бегаем то в организме у нас каких-то микроэлементов будет не хватать однозначно да то есть она потому что это сейчас потом вымывается расходуется соответственно есть возможные витамины которые сразу покрывают комплекс да то есть микро и макроэлементов соответственно немаловажно это омега-3 у нас в организме мне кажется многие из вас не длину рыбу не так часто едят ошибаюсь нет да то есть в рыбе у нас как раз содержится так называемый омега-3 которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний это все оказывает противовоспалительные средства то есть улучшает обмен веществ вот витамин d3 это у нас не что иное как солнце если это наш северный но точнее центральной полосе россии солнце ну как часто у нас зимой его вообще не не хватает на то есть весной она вроде бы как появляется но не так часто сегодня вообще-то какой-то хмурый день был не соответственно если мы сдадим анализы то у нас тоже у большинства из нас показывает что что витамина d3 у нас не хватает а витамин d3 да то есть поддержит иммунную систему репарациям мышечной ткани до опять же антиоксидантные свойства опять же в плане добавок да то есть это бы то есть и баталанин всевозможные добавки виде а тех же таблет и которые сразу в воде с витамином c железо точно это надо смотреть исходя из того чего не хватает в организме в осенне-зимний период на самом деле очень важно следить за краски за иммунитетом потому что мы вроде бы вышли на то есть бегаем бегаем приходим домой да то есть что начинаем делать как правило там ну ну принимаем жидкость пьем соответственно полняем водно-солевой баланс то есть но многие из нас забывают про витамин c потому что ну и конечно опять же защита иммунной системы здесь это очень-очень важно вот бета-аланин там кого это принимается в зависимости от того что вам необходимо если необходимо скинуть жировой да то есть лишний жир да то есть около хоро жата способствует уменьшению подкожно-жировой клетчатки улучшает метаболизм жиров и углеводов да то есть норме нормализует уровень холестерина а если мы говорим про бета-аланин это на самом деле очень хорошая вещь в плане того то что она повышает да то есть увеличивает выносливость ну как правило она принимается курсом то есть необходимо за 30 ну за 21 30 дней начать принимать да то есть до старта до основного старта он во-первых и держит уровень молочной кислоты препятствия закислению организма на потом ускоряет восстановление снимает мышечную боль и соответственно снижает утомляемость на на личном примере да то есть вот я ради эксперимента в двадцать первом году перед казанским марафоном вот принимал как раз таки вот за месяц до старта начал принимать и скажу так то что во время если ну то во время подготовки к примеру старта прибеги там темповая работа там 15-20 километров там я бегал по 350 у меня средний пульс был там 170 выше то марафон до 42 километра в казани я пробежал средний темп у меня был 350 и пульс у меня упал до 160 то есть средний пульс на все дистанции меня был 168 то есть значительно и на самом деле но бета-аланин он хорош что что вы нот как раз таки принимать необходим прям курсом курсом так это мои про добавки про специально добавить на значение да давайте я немножечко да здесь вступлю со своей стороны немножко издалека да наверное вот такую продукцию уже встречали на стартах в московском регионе на стартах iron star если кто-то участвовал эти гели наша компания выпустила самостоятельно в прошлом году да то есть мы большей частью занимались сисом и продолжаем заниматься этот продукт в полном объеме возится в россию вы найдете его там в тех магазинах где обычно берете либо можете к нам обратиться подскажем вот эта продукция новая достаточно да она уже многим пробирована и вами возможно сейчас в этой линейке шесть вкусов два обычных вкуса апельсин яблоко два вкуса с электролитами арбуз мята лимон и два вкуса с кофеином это вишня и кола вот но движемся дальше и сейчас у нас появляется новый продукт который находится сейчас еще в фазе тестирования мы его планируем все же успеть официально запустить на экспо московского полумарафона который будет мая 14 15 мая да то есть этот продукт называется bca гель вот сверху пусть вас не смущает что я в руках держу такую упаковочку да там нарисова немножко другое с такой цветной головкой да потому что там это вот официальный вид продукт который вы будете видеть на прилавках это как раз бета-версия этот продукт именно который в себе содержит в первую очередь для нас и для вас это аминокислоты это bca валин из лицин из лицин три основных ну аминокислоты не то что основных это три аминокислоты которые в большей части растрачиваются организму организму когда мы делаем скоростные скоростные силовые работы да кто нибудь стал ну применял такие аминокислоты или в принципе применительно к себе и для чего вы это делали допустим какой вы видели эффект от этого вот может кто-то поделится если если применяли ну то есть все верно да это аминокислоты из них происходит построение белка да из белка строится наши мышцы то есть если мы едим куриное мясо там есть белок он расщепляется нашим организме до аминокислоты из этих минкс вот уже наш организм строит наши белки наши мышцы собственно предназначение этого продукта в первую очередь быца который здесь находится как раз предотвратить сильное серьезное разрушение наших мышечных волокон в первую очередь нижних конечностях да потому что мы бежим ногами вот то есть когда мы делаем интервальную тренировку когда мы делаем темповую тренировку когда мы бежим старт на результат то есть мы однозначно где-то работаем в четвертой зоне может быть залазим в пятую вот то есть есть кислородный дох уже есть там закисление где-то и то есть надо мышцам помогать в этом смысле да то есть в этом продукте 3 грамма bca да и плюс еще 0 4 грамма аргинина эти вещества помогают мышцам сохранять работоспособность то есть мы одновременно с тем когда они немножко разрушается они тут же залечиваются до аргинин помогает выводить из мышц как раз продукты распада в октат вот то есть в этом продукте в первую очередь пца во вторую очередь здесь также содержится 21 грамм углеводов как в обычном геле вот этих наших продуктов или же любого гелия углеводного сис ну и в третьих это уже вкус у данного продукта вкус будет лесные ягоды сейчас мы предлагаем всем без заключения пробовать этот продукт на себе и хотели бы отзыв получить как он вам зашел насколько понравился вкус консистенция и сказалось а он во время интенсивной тренировки на работоспособности ваших мышц сегодня после мероприятия у нас есть ряд образцов можете подойти взять попробовать оставить контакт и сообщить нам по итогу что у вас получилось далее да то есть базовое правило спорта на выносливость как питаться на дистанции здесь сейчас мы поговорим про схема про график и тому подобное во первых да то есть ключевое самое важное это не тестировать новое питание на старте очень часто да то все работы на экспорт многие приходят и говорят дайте что-нибудь такое что пробежать быстрее что пробежать и мы спрашиваем и пробовали нет не пробовали не пробовали лучше не пробуйте да то есть важно очень прям очень важно мега важно все питание тестировать на тренировках близких боевым условиям будет от темпа будто интервала бега в беге забегания в горку то есть это прямо очень важно потому что организм она у нас у каждого свою каждого индивидуальной это что заходит одному можно не зайти другому потому что бывает такого то что но одному нравится жидкой к другому кому там укусить кому многим нравится чтобы забивать надо было то есть это все индивидуально нато жидкость не забываем про питье на питание да то есть господи на питание на дистанции когда мы бежим да то есть мы бываем в пылу азарта пробегать пункты питания да то есть просто мя голову бежать а потом какой-то момент бежим понимаем то что нас что-то не бежит ну вроде бы мы кушаем а что-то не бежит сюда то есть здесь соответственно ну надо вспоминать о том что пили мы или не пили до тусе не забывать просто мы раз на каждом пункте питания хотя бы небольшой глоток допивать если мы бежим какие-то автономные забеги даты все это тройла там грудь или какой-нибудь дагестан напряж40 нам необходимо там как правило организатор запрашивает чтобы литр был на автономному бегать то есть не менее литр воды литр воды или isn't так они к на то есть не ленитесь за то есть не думать что что мы организаторы там плохие организаторы не то что нам это нести на самом деле это важно потому что если мы бежим автономку и бывает такое то что мы пить вроде бы не хотим не хотим а потом хопаньки и приехали то есть не забываю в плане да то есть питание это не имени 60 грамм углеводов в час как правило это развивается на два-три подхода то есть но в среднем это один гель в 20-30 минут ну кто-то один гель раз 40 минут я для себя правило такой вот разогнулся в свое лично разработал то что пробегая полу марафон я кушаю между пятым и шестым километром между одиннадцатым и двенадцатым километром и соответственно между шестнадцатым сенату здесь все индивидуально точно дальше будет схема и расскажу один но отдельно проект тем никогда опять же не тестируем соревнования на соревнованиях новые продукты кофеин да . фин это на самом деле интересный продукт он у нас реагирует на центральную нервную систему как правило активирует да точно для чего для того чтобы забодриться ну многие его принимают под конец дистанция но опять же это все индивидуально кто-то после кофе может спокойно лечь спать кто-то после кофе там заснуть не может часа три но на самом деле восприятие на организм она у каждого свое и тестировать кофеиновые продукты также необходимо также как и вообще в целом спортивное питание бывают еще такие продукты как но таблетки кофеиновые многих используют во время ультрагонок там от 60 километров и больше да то есть где-то середине дистанции ну там по две таблетки принимают чтобы соответственно когда чувствует то что работоспособность падает принимают кофеин чтобы повысить свою работоспособность на самом деле он влияет на у нас на центральную нервную систему но опять же нервную систему каждого своя то есть кого-то бодрит кого-то может соответствую клонить что продали если сказать извини кто провал к на кого как влияет кофеин или может бодрить и с чем чем-то другим во время финального этапа допустим длительной дистанции было рано там не знаю не работает это лично это лично зоне бежит от 120 до 40 длительный точно хорошо особенно если ночь и на утро до выбегает что конечно поиски и очень а вот применяется на высокой интенсивности что выше на 165 ну да и по 1 пульс да тут и плюс и минус ну да и опять же если мы говорим про гель есть гели которые необходимо запивать это есть гель которую нет необходимости запивать водой а подготовка старта максимум пример тренировочный процесс закончился мы получили стартовые номера сегодня у нас среда или 4 примерно в четверг у нас остается два дня до старта да то есть мы если бежим длинной дистанции но для меня длинные дистанция это полу марафон для меня уже длинная то есть марафон и все что выше это для меня уже длинны соответственно необходимо сделать акцент на медленных углеводов мы соответственно начинаем загружаться на пополняем организм и гликогеном до то есть кушаем как правило пищу медленными углеводами это у нас макарон на это у нас всевозможная каша да то есть на многих эксп проводит так называем поступать ну как раз таки это из того что совместить приятное с полезным да то есть запастись но съесть и углеводы по 30 пообщаться соответственно мы еще в организм немного добавляем белка для чего для того чтобы наши мышцы опять же получали необходимый протеин из рациона мы исключаем свежие овощи и фрукты потому что они могут клетчатка она может раздражать кишечник соответственно это не очень хорошо перед стартом вину там накануне старта сдобное мучное потому что это быстрые углеводы которые новости или получили там выброс соответственно быкнул попал углевод да то есть настроение улучшилось но она быстро сгорела еще соответственно это опять же простые сахара тоже исключаемые кофе-чай кофе-чай ну то опять же а для чего кофе исключаем многие на дистанциях как раз таки принимать кофеиновые добавки чтобы кофеин сработал многие за неделю кто там на какое-то количество дней отказываться от кофеина чтобы во время забега да то есть сам кофеин да то есть он сработала немного иначе чтобы он дал как раз и энергия не пошло в обратную сторону но не у многих это получается на самом деле вот тоже перед казани экспериментировал я целую неделю не пил кофе чтобы как раз посмотреть это сработали не сработал на самом деле то есть это прям это эффективно очень дает если мы говорим в день старта про кофе и чай хотел еще добавить вот как раз никого переходит перед перед никого переходит зато и затоники ну нет я чай пила но вот не на самом деле мне кофе если мы про зеленые говорим в обычном хотя нам тоже как это тоже кофеин с одежды не всевозможные соки в этом плане можно чем заменить никого как раз переходит к утру перед стартом да и возможно читая различную литературу где-то сталкивались что не рекомендуют как раз кофе или чай пить с утра перед стартом сталкивались такой рекомендации фильм диурете потому что на пути почему да да точно все так кофе чая это все именно такие возбуждающие и в том числе мочегонные напитки и то есть да если выпить это больше жидкости из организма выйдет это хуже опять же для вас нужно больше восполнить этот можно запустить такой процесс что будет чаще хотеться в туалет быть по дистанции искать кабинки но с этим связано опять же ключевое в день старта мы кушаем только проверенную еду то есть то что мы там чем мы питались перед тренировками в обычные дни то здесь надо подойти опять же но с полной ответственностью если там дадут что там к ним батончик стартом пакете пусть он полежит у вас до тренировки до следующей здесь не экспериментируем за полтора два за час полтора до старта мы соответственно принимаем какую-то порцию углеводов которые но ими желательно медленно чтобы она соответственно переварилась но к тому моменту когда мы выйдем стартовый коридор в кластер и соответственно какой-то углеводный напиток мы пьем для того чтобы опять же поддерживать наши баки необходимым количеством углеводов то есть если мы говорим после финиша делаем акцент на белково-углеводных напитках и соответственно гидротации да то есть на в исполнении водно-солевого баланса хоть мы там бежали во время дистанции пили мы все равно недополучали то количество жидкости которым необходимо если в жаркую погоду то мы там очень сильно потеет кто-то потеет кто-то не потеет но если мы не по темы это не значит то что мы не теряем жидкость соответственно после на следующий день после финиша нам необходимо делать уже акцент на белке на протеиновый на протеины больше да то есть и плюс опять же не забываем про из тонические напитки для восполнения водно-солевого баланса ну и соответственно через день через два уже можно выйти на легкую пробежку у многих тренера там дает план то что ты сегодня пробежал воскресенье марафон на следующий день я там либо джогинг минут 30 либо соответственно легкой трусона это кто как подходит кому как соответственно говорят если мы говорим про план питания полу марафон полу марафон дальше будет про марафон то есть опять же здесь усредненное весит идет 7 13 и 18 километр но если мы бежим к примеру по 4 минуты на километр или быстрее то здесь схема будет немного иначе желательно ну я для себя выработал такую схему то что-то как раз между пятым и шестым между 11 и 12 мы соответственно между соответственно 15 и 16 мне так организм работает мне этого хватает исходить нужно из того то что принимаем 3 до 60 углеводов в час а если мы говорим про знать это сейчас разбить можно 20 40 60 минут правильно вот но если мы там планируем пробежать полу марафон за два часа то здесь необходимо уже количество гелий больше кто-то может пробежать полу марафон без гелий до . кому-то они нужны это все индивидуально но чтобы опять же наша работоспособность организма она не падала пополнение организма углеводами нам крайне необходимо но полу марафон я сама то когда только начинал бегать гелий не принимал потом в дальнейшем понял то что ну а зачем насиловать организм потом процесс восстановления он уже у нас если мы не питаемся он у нас и замедляется процесс становления после старта ну точнее после финиша вот после финиша мы делаем акцент опять же на белковых углеводных смеси для того чтобы ускорить процесс восстановления ну на час тридцати я думаю да даже да не на час тридцать даже наверно до двух часов она больше да до двух часов если мы говорим про марафон на то есть то здесь я не знаю опять же может быть есть такие уникуму кто не питается во время марафона но мне кажется это невозможно я на собственной шкуре свой первый марафон у меня была целью там спустя месяц как я начал бегать пробежать 4 часов это был зимний марафон бим марафона зеленограде проходит мне хватило ровно на 22 километра дальше но я вообще ничего не ел дальше я загрузил и пошел пешком не ну во первых организм был не натренирован не объем фене набегал соответственно было питание опять же чтобы нам не встать чтобы нам не ставят нам необходимо питаться да то есть в определенное количество времени каждый разрабатывает а исходя из тренировок исходя из личного опыта да то есть свою схему и и придерживаться но не ждите до 35 до 30-35 километра если мы не питаемся до этой дистанции то дальше даже если мы один гель съем два мы все равно уже не побежим то есть мы встанем и пойдем будем просто грустно до финиша ползти там ненавиде всех ненавиде организаторов ненавиде себя то что я больше этот забег не побегу зачем этот бег зачем нет все надо так что питаемся исходя из графика если мы говорим да то есть про деле она это сейчас дальше быть следующий слайд они бывают разных видов есть углеводы чисто 22 грамма углеводов есть углеводы с электролитами ну то есть углеводы с электролитами углеводы и углеводы с кофеином то есть каждому из них содержится 22 грамма углеводов 22 грамма углеводов как раз хватает в среднем на 20-30 минут ну кому-то и до 40 минут хватает с электролитами это с дополнительным содержанием солей и чтобы жаркую погоду нам сводил ноги с кофеином соответственно это под конец дистанция чтобы взбодриться опять же это все индивидуально кофеин он бывает трех видов там а у нас но это если мы говорим про наш бренд это 75 миллиграмм 100 миллиграмм и 150 миллиграмм ну то есть соответственно все зависимости от того кому сколько надо если а дистанция длинный мы понимаем то что на кофе принимаем можем выпить нос есть и 150 миллиграмм если мы кофе не принимаем то нам достаточно верный 75 или 100 миллиграмм кофеина вот здесь все индивидуально если да то есть опять же ключевое отличие в них это их метод назначения то есть добавлением электролитов это жаркую погоду принимаем с добавлением кофеина под конец дистанции чтобы взбодриться вот бца гель вам сергей уже рассказал то есть это при интенсивных тренировок чтобы работоспособности организма она не падала вот прочно сам сами по себе вот а бца 3 эти незаменимые аминокислоты нужны нам чтобы предотвратить когда болезнь мышц и разрушение мышечной ткани вот такой вопрос ребят кто из вас только на соревнованиях кушает питание а в тренировках не кушает только пробуешь чтобы на как реагирует вкус да конечно не запивать нет просто и у меня такая история была тоже что нас на старт покупаешь спортпит и кушает не ешь гелида а тренировки вот проводишь и длительные и интервальные и ничего не ешь вот вот говорят неправильно так потому что но есть разные мнения что первое ты приучить если ты питаешься во время тренировок и тоже принимаешь спортивное питание ты приучаешь организм за этого спортивного питания получать максимум он привыкает к нему во время старта этот максимум не излечет то есть не всю энергию из продукта ты получишь израсходы второе то что и твой желудочно-кишечный тракт приучается к этому да то есть к этому питанию и во время старта не случится какого-то кризиса ненужного который испортит тебе старт и твой результат в итоге то есть конечно же рекомендация применять при приучать организм к тому питанию который вы будете применять на старте вот и конечно же какой уже никого упоминал испытывать новое питание во время тренировок потому что всяко разно бывает есть разные углеводные гели мы в основном мы делаем изотоническими то есть их запивать не нужно да кто-то привык к немного другой продукции которая имеет меньший объем более сладкая привык запивать все по-разному да здесь уже на ваш вкус вот поэтому тут можете поделиться кому что больше нравится нести чуть больше объем вот такой вот да но запивать не нужно или же там нести чуть меньше и более густой консистенции но который требует запивания вот кто к чему привык просто расскажите был бы интересный опыт у кого какой но это надо бутылку на себе нести у кого еще какой был опыт ну не знаю кушали ли арену то есть он достаточно сладкий как отзывается то есть это это мы про трейл говорим или пишется смотрите если трейл это все-таки опять же большей части автономка жена то есть у нас все свое не с собой то есть у нас либо заброска либо это в рюкзаке мы несем но здесь в плане гели можно 10 чисто индивидуально если к примеру мы несем изотоник в виде жидкости да то есть с электролитами напиток то можно обычные гели кто-то к примеру как вы сказали разводит там 5-6 гелий в бутылку разводим немного воды чтобы опять же лучше пить чтобы лучше принимать то но это все индивидуально то есть нет такого это хорошо это плохо главное чтобы у вас было и то и другое то есть а как вы выберете как вам лучше принимать это самое главное если жаркая погода сама вам чередовать то есть если вы примеру с там съели гель я просто вспоминаю грунта стоя бежал наверно года три назад вот и был такой напиток но на сейчас есть продажа об это фил называется на этот электролитный напиток 84 грамма углевод ну то есть чем хорош он заменяет по сути три с половиной четыре геля вот ну соответственно и его поставил цель там бутылочку пивать раз в час там плюс-минус и и выпивая его я понимал то что мне не хватает все равно углеводов то есть я и гель мог съесть на потому что люблю поесть и все-таки по болотам но там больше не пробег там больше про наверно про ходьбу про какие-то приключения и когда ты понимаешь что что ты ну во первых не в темпе бежишь то что у тебя все если планировал там за уложиться на золотую пряжку ты не вписываешься в лимит да то есть то соответственно больше времени и ешь больше вот самое главное чтобы эти углеводы были те же самые электролиты чтобы они тоже было мне кажется что хорошо да и есть такой то что ты ешь и во первых это но надоедать организм уже просто надоел и ты хочется разнообразие помню я бежал с шоссейную сотку и и я поставил цель там кушать каждые 5 километров я ел гель начали с апельсином потом два апельсина в два тропических какой-то конец но ближе к концу мне попался фруктовый салат и когда я выдавил то есть он вроде бы сладкий но там гармония вкусов такая-то штучи фрукти на самом деле ну то есть и кислая уловил меня в голове взрыв мозга произошло я побежал дальше то есть я понял то что здесь надо что-то вот такое чтобы именно как-то взбодрить но не кофе надо жарить то что в том слать его нету но то просто чтобы как тут какой-то тумблер был чтобы включила и опять же разнообразить на самом деле у нас основная информация закончилась для вас мы так плавно перешли вопросы ответы поэтому можем сейчас если вам следовать то вся продукция которая лежит ну как завершится наше общение можем может подойти взять вот гель на пробу про другие продукты спросите у нас пообщаемся с удовольствием ну и когда сейчас у нас сессия вопросов ответ закончится но небольшой розыгрыш обещанный сделаем набора питания для марафона вот поэтому вам немножко нужно будет прячь памяти и вот раздам ручки бумажки напишите ответ вот хотел спросить со своей стороны вот мы упоминали специальные различные добавки электролиты и так далее кто-то на длительной дистанции сталкивался что ноги сводил почему сводила вы потом анализировали что вы не делали не так в питании перед стартом за пару дней до старта или во время старта то есть скажем так на следующих стартов эту проблему решили у кого сводил как я вот допустим когда у меня мышцы сводила и теперь любая станция даже на тренинг порой если длительная беру магний собой вот то что у меня периодически не бывает вот и спасаясь только магния то есть во время дистанции риги дрон такой есть таблетка рекомендую тоже да но опять же этот все что связано с магнием это необходимо принимать все-таки курсом то есть если мы да не примеру часто на экспо слышишь у вас есть целевые таблетки вас если вы таблетки ну то есть как будто они решат проблему если вы знаете то что у вас там в сентябре старт начните но недели за три за четыре да то есть а пить во первых напитки с электролитами да то есть отделаты акцент либо есть такой напиток аптечный диаспорал магний называется его при перед сном выпиваешь соответственно улучшает и качество сна и соответственно снимает раздражительность вот в этом плане то есть и у вас ничего сводить не будет на самом деле вот есть такие продукты опять же ну то есть если вам сводит на длинных дистанций но солевые таблетки мое мнение да то есть это не решит проблему то здесь надо решать более глобально то есть ну прям чтобы это накопительный эффект был и те же самые опять же делаем акцент на тех самых электролит во время дистанции вот при употреблении гели с электролитами смысл вообще срежет таблетка какой-то есть вообще нету но она сама просто могу так сказать то что мы у нас а в продаже солевых таблеток мета ну то есть вот там и как а официально дистрибьютор официально производитель там гель пою у нас даже от носовных таблицах как ну просто продукт как нет это есть там solstice кида то есть ну я вот честно ей не принимал я не знаю как это работает то есть работа или не работает ну не знаю не скажу но она по факту если принимаем как раз даст и гели с электролитами до точно там как раз таки и углеводы есть и соответственно есть же сам калинатрия магнитная соль немножко что просто чаще но понятно но это но это просто мое мнение это насилие организм происходит во первых ну да гликогена особенно это еще многие просят чтобы с утра натощак взять и выбежать но но это просто по мне так это изнасилование организма но для чего это делать нет не полезно отличить для чего зачем это к примеру если мы бежим тот же самый трейл да то есть у нас есть питание и мы пополняем организм и углевод зачем нам на тренировках дошли для чего чтобы не питаться во время гонки или длинного просота может быть слышали не слышали есть такое вот у марафонцев особенно олдскульников кто раньше бегал в неделю марафона они отказываются там на первые три-четыре дня от углеводов на то есть при при этом делать сжигающие тренировки прям на чтобы углеводы жигать и соответственно три дня заканчиваться потом они делают углеводную загрузку то есть первые три дня на белках жирах последние там три но до старта не как раз увеличить научных научного подтверждения вот этого нет то есть работа или нет то есть многие говорят то что организм испытывает стресс в эти три дня и соответственно когда мы начинаем есть и углеводы после ноты в углеводную загрузку как бы организм за спасает гликогена сверху ну то есть как бы в излишек на самом деле организм предначертано тому столько-то там 200 грамм но это я цифра прямо запасить он тебя больше не запасет и этот стресс для любителя для новичка он просто-напросто не нужен ну потому что во первых для многих стресс просто пробежать марафон а зачем добавлять стресс еще вот вот эти три дня плюс там уже гащет но это именно тренировки такие там интервалы еще что там когда-то на пустых ногах будь а баки пустые тебе ничего не хочется еще ты понимаешь что же тебе еще на работу потом ехать и для чего вот себя вот в эту яму закапывать чтобы потом пробежать там марафон на пять минут быстрее или нет мы же простые любители ну как любитель от слова любить ну то есть и не насиловать а любитель соответственно должны получать удовольствие от процесса и по мне так вот эти вот изнуряющие как вы говорите на тощак тренировки но мне кажется не надо я потому что я могу по себе сказать то что я даже если выбегаю на час я вот сегодня с утра вышел на пробежку я понимал что я не поел и ну я не но просто не успевал и я знаю то что я сейчас побегу километра через три-четыре я взгрустну и бывает такое состояние когда просто потеешь именно холодным таким потом тебя берет в дрожь тебе ничего не хочется переходишь на шаг у тебя сразу пульс качество просто гликогена не хватает я с собой взял гель и вот пока у меня часы там gps искали я съел гель и побежал то есть вот не на час одного геля хватает но это я бежал да опять же там на пульсе до 130 достаточно насиловать не надо еще ребят весь вопрос и даже оставаются про такие достаточно компактные форматы рассказываете про форму в общем небольшое количество времени 4 часа если у вас какие-то рекомендации у литра но вот допустим на самом деле очень хороший вопрос потому что но интересно ты я бегал может быть знаете кто-нибудь с дорогу в лавру там это но это так себе конечно для вас стране там ограничен например с тем сколько вести жидкости или сколько вести углей то есть у вас вела путь взял заезда здесь от времени на расходе годится вот эта вот история там 22 грамма в час это все здесь надо и просто возможности гораздо более серьезно загружаться и вести с собой все а на самом деле и булки работают и все работает мармелад прекрасно потому что у вас нет ударной нагрузки во время бега но когда бежим у нас ударная нагрузка и кишечек соответственно гружается на велосипеде гораздо проще это не асфальт не асфальт вы это еще не должен загружать здесь тогда просто но по мне вот самое главное это по времени то есть делать акцентом 25-30 то есть на велосипеде заходит все подряд но по сути самое главное чтобы это организм не вредил чтобы это усваивалось чтобы это давало энергию ну то есть очень приедается когда допустим 16 18 часов день грунт что получается так что ты не в состоянии есть одно и то же надо просто цикле она уже там аварии на 2 день и уже просто вообще ничего здесь опять же вот то что вы во время тренировок здесь можно экспериментировать то есть а можно и обычную еду то есть те же самые медленные углеводы виде не на булки то не медленно это быстро углеводы там а виде кутнот я к примеру когда мат фокс бегал зимой я питался гелями и когда я назад прибежал на заброску не увидел куриный бульон я сделал пару глотков это было самое лучшее что я пробовал за все вот эти 14 часов снега то есть на самом деле и здесь вот а вот эти удивления организм сам глав чтобы организм это воспринял хорошо чтобы это усвоил чтобы это переварил чтобы это дало энергию а не чтобы это вас в голубую кабинку отправила лично не вот например я в обычной жизни никогда не стану покупать молодец из пятерочки а сколько от сам большое количество вы на велосипеде провели но это короткий отдых все же был на это путешествие до 4 часа привет такой где-то на на тысячу километров больше еще ребят есть вопрос а можно это пришло и триатлон но в том числе если брать не олимпийку то вот как тогда и половинку или целое раскладывать ну то есть в транзитке с воды там понятно что особый пока вы лезешь в гидрик на байке и так его что ты едешь ты загружаешься да уже как раскладываться на половинке и большим на дистанции больше чем олимпийка имеется перед плаванием соответственно перед стартом что-то съедаешь или гель или батончик дальше в транзитке съедаешь после воды конечно да то есть опять же это скорее всего будет гель моем случае батончик долго рожевый долго там но уже на велосипеде у тебя все заряжены естественно да есть у нас похожие схемы вот как мы показывали для беговых дистанций есть и для полного и полной железной дистанции для половинки для олимпийки тоже опять же раскладка когда ты принимаешь на велосипеде гель когда ты выпиваешь напиток с изотониками да и так далее то же самое победу то есть это раскладка вся также в принципе работает очень похожи просто на велосипеде что хорошо но к примеру минус геля то что открываем можно испачкаться здесь идеальная бутылочка то есть это вот напиток с углеводами то есть то что можно развести и пить либо соответственно кто-то принимает там бэйки всевозможные печеньки кто-то принимает батончики ну потому что опять же ударной нагрузки нету это усваивается но и здесь самое главное придерживаться графика вот раз 20-30 минут а порцию углеводов то есть это либо небольшой глоток изотонического напитка либо гель ну кому как то есть и вот исходя от если вот как раз мы придерживаемся у нас сейчас нот как раз вот ключевой то есть а у нас со временем до . уровень гликогена он падает и чтобы соответственно на нам его не опустить нам самое главное то есть вот придерживаться временных интервалов там каждые 30 20-30 минут что тут съедаем и едем и просто вот я когда бегают пример полу марафон пейсмейкером у меня стоит средний темп на в часах и соответственно отсечка на 5 но то есть вот как я питаюсь чтобы просто не забывать и здесь ну лайфхаков много кто там просто на самом деле отечки сайт чтобы там они отбивали ты понимаешь что же тебе надо принять либо там раз 30 минут к примерам и гонка у тебя 6 часов там 30 час час 32 ну то есть и мы принимаем что-то принцип такой же на триатлонных дистанциях на триатлонных гонках те же там 60 грамм углеводов в час даже конечно на длинный гонка конечно может и больше нужно будет тому или иному организму но вот у меня так получалось и вот то что упомянул сейчас николай касаемо мармеладок да вот мы уже показали вот этот мармеладка да это у нас целая сейчас у сис такая вот линейка может быть кто-то и сталкивался видите в одинаковом дизайне бетафилда то есть это в виде гелий это вот обычный гель стандартный а этот гель и он с кофеином и с ноотропами ну то есть ну здесь объем каждого из этих саше 60 миллилитров но это вся линейка она чем отлично от основу от основной обычный стандартный то что в обычной стандартной на деле 22 грамма углеводов здесь в одном деле 40 грамм почти в два раза больше да вот вот в этом в этой мармеладки которые весом 40 также 60 грамм 46 грамм углеводов вот кстати на велике о чем мы говорили да чтобы не испачкаться вот гелями и так далее вот эти мармеладки они очень здорово как бы дают энергию их можно разделять на две на три части как бы джесси засунул и кушаешь но это в принципе любые мармеладки да ну да и соответственно тот же самый из той же самой линейки вот напиток который можно разводить бутылочки то есть это практически в два раза больше содержания углеводов в одной и той же объеме это вот такая премиум линейка сейчас уже продается она достаточно долго года три как и вы можете но на троп то во первых идет сами на тропа они на когнитивные способности во время длительных там а после двух-трех часов мы устаем у нас мозг притупляется если мы бежим там трейл да то есть бывает такое то что только по какой тропке внимание рассеивается на тропа они как раз улучшает когнитивное состояние нового мозга кофеин он хорошо да точно опять же 200 миллиграмм кофеина он влияет стран нервную систему бодрит да то есть и там идет хорошее количество углеводов то есть 40 грамм углеводов а заменяет ну по сути два геля то есть если в порцию 22 там а в два раза больше то есть в этом плане но на тропа не просто смесь сама по себе идет и на утомление на центральной нервной системы плюс от из большое количество углеводов до двух нет а а двух я думаю то есть на самом деле идеально то есть а если мы 22 часа то есть есть опять же от интенсивности будет зависеть если высокая интенсивность то можно там к примеру после часа его бахнуть и тогда мне кажется хорошо такое извиняюсь за выражение за своим приход очень такой классный может быть даже для ночных гонок в темноте вот именно для того чтобы свести концентрацию как бы вернуть себя где-то если ты засыпаешь на звезды рассмотрелся и так далее то вот это конечно классный продукт 200 миллиграмм кофеина это ну это очень достаточно много да в обычных наших гелях 75 100 150 здесь уже 200 плюс еще тут тианин таурин ну в общем такое это не этим нельзя употреблять то есть нельзя это есть постоянно иначе ну может быть какие-то не очень нормальные явления с организмом то есть нельзя только этим питаться я хочу сказать да если это длительная гонка там сотка больше 100 мильник то может быть два три четыре таких может быть да но опять же с этим надо осторожен еще ребят вопрос это переходим туда круг ну давайте да у нас будет один вопрос достаточно такой простой наверное пожалуйста на вот тех листик которые вам раздавна напишите ваш вариант ответа сейчас будет вопрос издайте вот я надеюсь что ну как бы вы будете достаточно близки к ответу прошу указывать вам вас ответ как можно более точнее с точностью до секунды вот так вот скажу кто будет более близок или будет максимально точен да тут у нас сегодня уйдет отсюда с набором питания для марафона для полу марафона на марафон назовите время действующего мирового рекорда на марафонской дистанции установленную элиудом кипчеге 23 сентября 22 года на берлинском марафоне кстати сегодня народ бежал в бостоне марафон и кипчеге тоже бежал но вроде как отвалился там где-то после 30 километра совсем не в призах оказался серебят ответили на ответ 2 0 1 0 9 так 0 1 0 9 там ближе всех пока можем это пообщаться если на самом деле какие-то вопросы и сам задавайте все что знаю все отвечу но знаю на самом деле много то есть есть опыт и хорошие нехорошие потому что нос спортивное питание она такой на тоненькую то есть вот как я и говорил она бывает заходит бывает не заходит то есть помню когда был зеленым марафон сбербанк все проводил его год-два назад поэтому в июне помню бежали по смотрим на просили на три часа благо на са-2 по смотрим то есть и мы выбежали с нами стартовала девушка все на 15 километров с нами бежала и дальше все на марафон на никого с нами не было то есть вот мы вдвоем нам дали два флага я серёге говорю там напарнику серёг я не могу с этим флагом бежать беги ты с 1 я сниму там два круга надо было на втором круге понимает то что блин хочется в туалет я не но то есть как-то гель не зашел я им горит и беги я тебя догоню вот и то есть на самом деле то есть применение гелия она должно быть все таки и вкус да то есть и бренд его необходимо знать чтобы не было всяких таких ситуаций которые могут повлиять на вашу работоспособность соответственно ухудшить или этом ваш результат а есть наоборот тут всевозможные продукты которые ну то есть стимулирует да . то улучшая там всевозможные об это ланина как раз на самом деле рабочие вещи и раньше были гели с оба таланином которые как раз повышали взрывную мощность и когда наш организм работ практически на пределе он занижает пульс органов пульс наш и соответственно можем работать на повышенную интенсивности дольше и качестве да давайте победителю леонид у нас написал 1 час 59 минут 27 секунд это результат минуточку это результат люда кипчуги близкий да как раз к тому что он показал вене но это неофициальный был забег он стремился выбежать из двух он выбежал но не засчитали этот рекорд к сожалению да вот рекордное время на экране и ближе всего к нему был ответ 2 часа 1 минута 23 секунды если я правильно разбираю почерк морцов или мордов как правильно розов извини пожалуйста вот да тогда это для тебя есть еще вопросы пожелания что-то еще спрашивайте их можно и перед и после его и во время то есть вот к примеру bc принимают если интенсивная тренировка или длительная перед тренировкой да то есть если прямо это гонка и какая-то длинная дистанция во время дистанции тоже капсула бывают частоты и деле появляются и соответственно после дистанции для того чтобы улучшить процесс восстановления потому что сам но бы целый три аминокислоты они ускоряют процесс точнее замедляет процесс катаболизма а то есть и улучшает процесс восстановления вот и есть напиток bc пролистнул он чем хорош что что его можно мешать с углеводами да то есть и как раз таки во время интенсивных тренировок тоже принимать но опять же кто-то говорит чтобы c это маркетинг кто-то говорит чтобы цаработную здесь опять же необходимо все тестировать необходимо пробовать и понимать работу она или нет вот и самое главное ребят че должны понимать то что спортивное питание она не делает сильнее сильнее на делает тренировки и сильнее на сделать восстановление в процесс восстановления да то есть а чем лучше мы отдохнули чем будет лучше мы восстановились тема длиннее мы шаг сделан в процессе того результат который хотим добиться то есть это вот мне кажется самое важно а есть получать пост вверх только вы-то белковые углеводы и коктейль а до 8 перед сном это как чисто видит белок но это кажется сырует тоже короткая но есть значит ночной протеин казино как раз а он идет медленно и и компонент то есть здесь опять же над необходима толки чтобы процесс усвоения был медленнее чтобы именно начал работать во время сна чтобы на работу вот сам бы царат ну то есть здесь и если мы говорим про напиток да то есть что он делает если мы говорим про после после старта правильно после финиша точнее вот после финиша соответственно акцент в течение дня вы протеины и перед сном овернайт протеин но вернуть у него опроса фаза действий как раз отсрочно идет да 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 после тренировки и его только вот когда какие-то с нет ну хорошо можно то есть а на самом деле это будет даже лучше вы восстановите быстрее есть волшебная пилюля я читал цитрулин молот перед забегом а система но смотрите цитрулин молотно если вы мы бежим короткий дистанции там 5-10 километров символ чем хара но хорош он раньше у нас был в кофей новых шутах стимул он расширяет сосуды и улучшать кровообращение и как раз ски цитрулин молот с кофеином он очень в этом плане эффективен потому что как раз и расширяет кофеин бодрит и на коротких дистанциях он хорош если мы говорим про длинной дистанции то опять же его лучше от принимать а либо в середине где ближе к концу но то стимул он не запрещен также как кофеин не владой да то есть но анти допингом агентство сена разрешен по вполне работает то тоже но для во первых он хондропротектор всякие дона таблетки опять же вот к примеру из таблеток которым принимаем точно то образом говоря да ну то есть какие-то хондропротектор усваиваются только около 70 но там 60 70 процент все остальное расщепляется на точно на самом деле из-за чего принимает курсом чтобы как раз таки вот по кирпичику по кирпичику это все сложилось и предотвратить ну как раз таки именно травм на самом деле все до большинство добавок она рабочие то есть вот именно если мы говорим про коллаген если мы говорим про омега если мы про витамин d3 мультивитамины а потом что еще но от хондропротектор это прямо однозначно особенно если мы бегаем потому что ударная нагрузка все-таки как раз таки и хрящи она стоит и носил чтобы избежать травм чтобы профилактика так называем нам необходимо принимать раньше были снять спираться не просто ну в аналогов то много то есть артера там дон и на самом деле вот он и неплохие они врачи в царске если ребят вопросов нету то наверно заканчиваем желаем вам всех легких ног не быть то есть первыми первому каждый он свой даты для кого там преодолеть время самое главное чтобы без травм был и все в кайф было спасибо что пришли бодрых и углеводных вам тренировок и стартов спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...